Приветствую вас, ну что же, давайте поговорим немножечко о природе страха, да? То есть вот в данном случае мы говорим о таком страхе, вот, несколько, можно сказать, нерациональном, да? То есть вот мы можем говорить в данном случае о том, что страх, он такой вот предельно нелогичный, да? И вот как сам автор вопроса, да, спрашивает, вот, почему я такая, ну такая большая, да? И вот как бы боюсь, значит, там чего-то или кого-то, вот. Значит, многие страхи, большинство из них, вот, большинство страхов вот такого плана рождаются в детстве, вот, а в результате, ну, какого-то такого, знаете, скажем, такого, ну, серьезного потрясения, да? То есть вот, ну, человек, вот он, как бы оказался, вот, значит, в такой ситуации для себя, вот, когда, значит, его что-то напугало, вот. Причем, зачастую, зачастую, самого страха, как такового нет. То есть это вот тоже такой момент, который, на мой взгляд, нужно, нужно. Понимаете, да? Нужно учитывать этот момент. Самого страха, вот, как такового нет. Пугает немножко другое. То есть пугает, как правило, реакция, реакция людей, окружающих людей, вот, на то, о чем вы пишете, по сути. То есть у вас, получается, было впечатление, ну, впечатление. У вас было впечатление какое-то, связанное с предметом вашего страха. Ну, вот, чаще всего, это реакция других людей, вот, чаще всего, это реакция других людей на те или иные вещи. Ну, то есть, такое вот ощущение, можно сказать, ощущение мерзости, вот. Такое ощущение брезгливости, вот. Такой вот здесь момент. И ребенок, он не знает, чего ему нужно бояться. Ребенок не в курсе, что что-то стоит в себе опасность. Ребенок этого не знает. Но ребенок видит значимую реакцию важных для него людей. Ребенок именно это видит. Ребенок видит, как значимые для него люди реагируют на ситуацию, ну, вот, скажем так, несколько негатив. 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 И Ребенок, не желая этой реакции, отдавая предпочтение, приоритет реакции взрослого, видит в этом опасность. Хотя, опасности в этом, в общем и целом, нет. То есть, иными словами, можно говорить о том, что это не страх, как таковой, а это именно интерпретация. поведенческой, интерпретация поведенческой, можно сказать, реакции другого человека. Вот так бы я, в принципе, это бы и назвал. вот. И, что нужно в этой ситуации сделать, на мой взгляд? В этой ситуации нужно детализировать этот страх. там, конечно, используются разные, ну, скажем прямо, да, используются разные подходы. Вот. Но, в целом, нужно этот страх детализировать. потому, что сейчас он у вас, если можно так выразиться, максимально не детализован, не дифференцирован, если хотите. а именно детализация его необходима. Понимаете, да? Какая штука. Именно детализация страха необходима. чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Чтобы вы понимали, чего конкретно вы опасаетесь. И могли с этим уже что-то делать дальше. вот этот момент, это первый момент. Второй момент заключается в том, как мне видится, второй момент заключается в том, с чем ассоциируется предмет. Страх. ну, вот вы говорите про грязь, вы говорите про определенную мерзкость, вот, вы говорите про брезгливость. ну, по сути, по сути, по сути. И о чем это может говорить нам? Нам это может говорить только о том, что вы можете пытаться пытаться более аккуратной, чем выезд на самом деле. Вы, это может нам говорить о том, что вы можете стараться соблюдать чистоту, То есть, не позволять себе самой ничего грязного, ничего неаккуратного и так далее. вот мы можем говорить здесь именно об этих вещах. Мы можем говорить здесь именно об этих вещах. О том, что вы себе запрещаете. Вот вы пишете, что живете с родителями. Случайно ли, случайно ли, опа. На мой взгляд, нет. В какой-то степени ваша реакция, ваше поведение это ведь поведение детское. Потому что, как мы сказали, это история родом из детства. И вы до сих пор пребываете, вероятно, до сих пор пребываете, остаетесь ребенком. То есть, вы не активируете свое взрослое эгосостояние. Не используете, не используете его. хорошее хорошее и важное вопрос, как мне видится, заключается в том, а собственно говоря, это почему? Почему так? Понимаете, да? То есть, почему вы до сих пор остаетесь с ребенком? и если у этого какие-то основания, ну я имею ввиду адекватные, адекватные, да? адекватные основания. Вот. или их нет. Вот. Очень важно, очень важно, чтобы вы увидели для себя выгоду в том, что вы не активируете своего взрослого. Это очень важный тоже момент. Потому что если вы его не активируете, значит вам это не нужно. Да? Ну, получается. По логике вещей. это внесет вам угрозу. Можно ли в таком случае сказать, что вы как-то целенаправленно не взрослете? потому что в таком случае, в случае если вы взрослете, для вас будет где-то в чем-то какая-то угроза. угроза. Вот понимаете, мы уже с вами говорим о чем-то большем. чем-то с вами уже сейчас говорим о чем-то большем, чем просто ваш страх. и само собой, что это не случайно. Само собой, что это не случайно. Вот. Вот примерно в таком ключе и нужно двигаться. избавляться мне от чего не нужно. Это не самое лучшее и чего греха таить продуктивная история. Потому что ну, по сути вы здесь говорите исключительно о бегстве. Вот. На мой взгляд бегство от чего-либо нет хорошо. Ну, вот. Хотя, конечно, у вас может быть на этот счет и свое мнение. Тем не менее, тем не менее, мне хочется чтобы как минимум вы обратили на это свое внимание. Мне хочется, чтобы как минимум вы посмотрели в какой жизни я живу. Мне хочется, чтобы вы посмотрели как я живу. Устраивает ли меня то, как я живу. Нравится ли мне то, как я живу. и так далее. Вот. Примерно в таком ключе я мог бы вам сейчас ответить. Конечно, нельзя помочь вам прямо сейчас. да. Да, некоторые подходы, которые позволяют в той или иной степени страх снизить. Такие подходы есть. Не все из них плохие. вот. То есть, ну например, вы можете взять под контроль объект вашего страха. Вот. И попробовать повзаимодействовать с ним с объектом своего страха на, скажем так, своих условиях. Вы можете так сделать. И это будет скорее всего иметь определенный результат. но дело в том, что страх выполняет очень важную функцию. Он выжищает человека. И если мы говорим о том, что у вас есть вот этот страх, то точно так же он этот страх вас от чего-то защищает. И вот очень интересный момент, на который я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание. От чего же может защищать ваш страх. Ну вот. Поэтому использовать можно и такой подход, который описывался в одной из статей моих коллег. Да? Вот. Вы можете просто со своим страхом поговорить. И как бы просто постараться уточнить, а чего же собственно ему страху нужно от вас. Чего он хочет. что он пытается донести, если пытается, конечно. Ну вот. И постараться с ним договориться. Это вот именно то, что вы можете сделать. Это то, что не кажется чем-то таким очень сложным. Это кажется чем-то, с чем вы вполне можете справиться. Сами. Как вы думаете? Ну понятно, если есть мотивация, да? Это само собой. Разумеется. Потому что понятно, что если мотивации нет, да, справиться с этим вы не хотите. мотивация может И здесь мы подходим к следующему моменту. А как вы будете жить, если страха у вас внезапно не будет? как вы будете жить? Как вы будете делать, если проснётесь, например? А страха нет? Куда вы направите свою энергию? Куда вы направите тратить и как вы будете использовать свои ресурсы? как вы будете действовать? Это очень интересный вопрос. Потому что вполне возможно, что без ээээ без страха в вашу жизнь покажет вам несколько неинтересно. Вполне может быть, что без страха ваша жизнь потеряет кратко. Не будет понятно, как как себя вести, не будет понятно, в каком направлении двигаться и так далее. Много на самом деле таких нюансов будет иметь место. Поэтому человек может по ряду причин держаться держаться во свои страхи. Не опускать их и так да. Так бывает. поэтому то, что вы сейчас хотите от него избавиться, вы хотите избавиться по той же причине, по которой пытаетесь избавиться от объекта ваших страх. Рассказывая о том, что они какие-то вот неприятные, мерзкие и так далее. Ну, они-то может быть неприятные и мерзкие, но нужно понимать, что неприятные и мерзкие они только для вас. И нужно понимать, что неприятными и мерзкими их делаете вы. флейм отношения. Флейм отношения. Вы наделяете их таким, если хотите, с тапусом. Вы наделяете их таким, если хотите, виден видением. Но вот почему вы это делаете, как вы это делаете, это уже совсем другая история. Поэтому начинать нужно конечно в первую очередь с анализа вашей жизни и смотреть какой был ваш опыт вообще в целом в жизни. Что это за опыт? Как вы его отреагировали? И так далее. И где па-пам кроется ответ на ваш вопрос? Вот так я думаю можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать скажем так индивидуальную работу над собой. При условии конечно если вы этого сами хотите. Желаю вам всего доброго. Обращайтесь.